Сейчас с нами на связи Абаз Галямов, российский политический аналитик. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, давайте поговорим о выборах, предстоящих в России. Соперники Путина как-то вот постепенно уходят с предвыборной гонки. То ли сами, то их могут не допустить. Вот накануне ЦИК забраковал более 15% подписей, собранных за Бориса Надеждина. И ему грозит недопуск к выборам президента в качестве кандидата. По-вашему, это было ожидаемо? И есть ли шанс, что его все же зарегистрируют кандидатом? Это было абсолютно ожидаемо. И чтобы не выглядеть человеком, который, так сказать, умен задним числом, я скажу, что в сентябре, в конце сентября, когда впервые появилась информация о том, что Кремль рассматривает вариант допуска до выборов антивоенного кандидата, антивоенного либерального кандидата, они тогда это сформулировали как условный Бенедиктов. Вот, я тогда сразу же написал в моем телеграм-канале, это можно найти, что я не верю в то, что Кремль на это пойдет. Соблазн понятен, им хочется придать легитимность выборам, потому что выборы без антивоенного кандидата, это, по сути, выборы без выбора. Потому что война – это главный вопрос политической повестки сегодня в России, можно даже сказать, единственный вопрос политической повестки страны. Если нет выбора по главному вопросу, если все кандидаты за войну, то это, извините, не выборы, а туфта, подделка. И избиратели это понимают, и поэтому они соблазн понятен, они хотели попробовать допустить кого-то антивоенного с тем, чтобы потом его эффективно разгромить. Но вот я тогда сразу же сказал, что я не верю, что они на это пойдут, потому что риски слишком велики. Слишком велик риск, что такой кандидат превратится в условную Тихановскую. Понимаете, эти выборы будут, это будут, по сути, не выборы, это будет референдум по вопросу о войне и мире. Хочешь продолжения войны и всего того, что сейчас творится в стране – голосуй за Путина. Хочешь, чтобы это все закончилось, хочешь нормализации – голосуй за Надеждина. Ну, сначала эту роль исполняла Дунцова, потом, после того, как Дунцову не допустили, остался Надеждин, а общественность переключила на Надеждина. Вот честно говорю, как политехнолог, я реально не понимаю, как Путин мог бы выиграть эти выборы, если бы Надеждин был бы допущен до этих выборов. И понимая вот это, я понимаю, что это понимает и Кремль. И поэтому я с самого начала прогнозировал, что все-таки они не рискнут. То есть, понятно, хочется легитимизировать выборы, но ты не можешь легитимизировать выборы, ставя под угрозу вообще результат этих выборов. То есть, лучше уж не допустить Надежды на сейчас, чем столкнуться с массовым голосованием за него и необходимостью фальсифицировать так, что твои фальсификации станут всем очевидны потом. То есть, реально, ты рискуешь получить то, что белорусы получили в 2020 году. И поэтому я прогнозирую, что с выборов его все-таки снимут. То, о чем вы сказали, вот эти претензии в части 15%, формально это еще не снятие, это вывод рабочей группы, специальной рабочей группы Центра избиркома, которая создана для проверки подписей. И эта рабочая группа рекомендует Центру избиркома принять какое-то решение. А уж какое решение примет Центр избирком, то есть формально еще неизвестно. И заседание должно было состояться через день. Надеждин попросил перенести на три дня, чтобы подготовить свои возражения. На те возражения, по поводу этих 15%, которые написала рабочая группа Центра избиркома, сейчас пошел Надеждину на встречу по минимуму. Перенесли не на три дня, как он просил, на десятое, а перенесли на восьмое заседание. Так что представители Надеждина сейчас ночами готовятся, готовят свои возражения, но я уверен, что их возражения не примут и ему откажут в регистрации. Вот в начале нашего разговора вы сказали, что писали об этом в Телеграме. Я тут процитирую вашу фразу. Когда идет борьба против диктатора, то степень народности оппонента не имеет особого значения. Важно, чтобы он воспринимался как альтернатива. И в этом смысле любой кандидат, который скажет, что он против войны, имеет все шансы набрать больше Путина. То есть получается, что нынешняя власть видит большую угрозу в Надеждине? Ну и вообще, вот ваше мнение, Надеждин это оппозиция? Можно его считать оппозицией нынешней власти в Кремле? Да, смотрите, я написал про народность, потому что тогда сразу поднялась волна, что, дескать, ну кто там проголосует за Венедиктова? Он же ненародный, так сказать, кандидат. Он бесконечно далек от народа. И я пытался объяснить людям, что нельзя подходить к протестной кампании с мерками обычной кампании. Когда кампания протестная, вообще, вот тот, кто становится главным символом протеста, его собственные качества вообще не имеют никакого значения. Что белорусы прямо мечтали видеть в качестве своего президента домохозяйку, которая никогда в жизни ничем, значит, таким серьезным общественным политическим не занималась. Конечно, нет. До того, как появилась Тихановская, они были готовы проголосовать за банкира Бабарико. Ну то есть сначала за банкира, а потом за домохозяйку. Принципиально разные типажи. И с точки зрения обычных выборов представить себе одного и того же избирателя, который может проголосовать с равной вероятностью и за банкира, и за домохозяйку, ну нельзя, такое не бывает. А с точки зрения протестной кампании, да неважно, это голоса против Лукашенко. Это не голоса за Бабарит или Тихановскую. Точно так же было в 2016 году по поводу Трампа, когда люди массово голосовали за него, и на выходе с избирательных участков, когда их опрашивали полстеры, значит, знаете, экзит-полы, дескать, за кого мы проголосовали, они говорили за Трампа. А как вы считаете, Трамп будет хорошим президентом? Нет, говорили они, не будет. То есть большинство из тех, кто проголосовал за Трампа, сказали, что они не считают, что он будет хорошим президентом. Казалось бы, где логика? Если ты считаешь, что он не будет хорошим президентом, зачем ты за него голосуешь? А потому что ты голосуешь не за Трампа. Ты голосуешь против Хиллари, который является символом, так сказать, всего вот этого надоевшего всем Вашингтонского болота. Это антисистемное голосование. Так вот, Надеждин, он не сам по себе. Вот это важно понимать. Голосует не за какие-то достоинства Надеждина самого. Голосует за то, что он сказал, я против СВО. Я считаю СВО ошибкой. Я считаю, что Путин ведет страну не в том направлении. Я считаю, что АБВГД и там длинный список претензий, который он перечисляет. То есть люди говорят себе, о, вот он, наконец-то тот, кто против всего того, что нам не нравится. На самом деле, гораздо более убедительной в этой роли была Дунцова. Потому что у Надежды на слабое место он... Вот не случайно вы сомневаетесь, вы спрашиваете меня, оппозиция ли он. Потому что на протяжении долгих десятилетий он был частью системы. Он системный политик с 90-х годов. Он участвует во всех выборах. Правда, ему не позволяют победить его, не допускают обычно. Ну, за исключением муниципальных выборов. Значит, его снимают с выборов губернаторских и так далее. Вот. Значит, он, в конце концов, в телевизор регулярно ходил до последнего времени. Да, и, соответственно, он воспринимается как политик какой-то системный. Дунцова в этом смысле была более подходящим кандидатом для протестного голосования. Она в системе вообще не участвовала. Она даже не регионального уровня, она муниципального уровня. Она, что называется, вот народу. То есть она идеально вписывается в этот архетип. Народ против неправедной власти. Поэтому сначала оппозиция идентифицировала ее в качестве главного объекта приложения своих усилий. Все бросились топить за Дунцова. На Надеждину на первом этапе вообще никто не обращал никакого внимания. И только после того, как Дунцову сняли с пробега, вот тогда люди, так сказать, оглянулись и увидели Надеждину. Ба, так у нас есть еще один кандидат, который против войны. И все бросились к Надеждину. Вот та легкость, с которой люди переключились с Дунцовой на Надеждину, как раз и говорит, что дело не в Дунцовой и не в Надеждине, а в тех эмоциях антивоенных, антипутинских, которые в людях накопились. То есть это претензия по поводу всего того, что происходит в стране. Значит, ваш вопрос по поводу того, является ли Надеждиной оппозиции, объясним. Потому что, конечно, он не такой последовательный сторонник, противник режима сейчас с точки зрения риторики, как, например, Навальный. И скепсис украинских зрителей тем более понятен. Потому что, в отличие от Навального, который сказал, надо возвращаться к границам 1991 года, по сути, поддержав позицию Зеленского, Надеждин ничего такого не говорит. Но надо понимать, что политика – это искусство возможного. И в нынешних российских условиях, если ты будешь говорить то, что говорит Навальный, ну ты окажешься рядом с Навальным. Это окажется в соседней камере. И с точки зрения возможности повлиять на политическую ситуацию, твои возможности обнулятся. Надеждин именно потому и имеет шанс сейчас будоражить, так сказать, расшатывать ситуацию, будоражить умы сограждан, именно потому что он занимает формально такую позицию законную. Он не подвергает сомнению то, что запрещено. Вот прямо в российском законодательстве, понимаете, записано, запрещено призывать к отторжению, это уголовная статья, к отторжению российских территорий. Поскольку Путин эти все территории, новые территории, он их называет, оккупированная территория, записал, так сказать, в российскую конституцию, Надеждин формально не имеет права, значит, призывать к отторжению этих территорий. И он вынужден говорить то, что он говорит. Поэтому, строго говоря, степсис внешнего наблюдателя, да, он объясним. Но просто надо понимать, повторюсь, что Надеждин действует не в идеальных условиях. Да, он не идеальный оппозиционер, но так получилось, что благодаря своей неидеальности он максимально близко подобрался к позициям, так сказать, врага. Имеет возможность вести огонь по позициям врага. Поэтому надо просто сейчас сравнивать Надеждина с Путиным. Не надо сравнивать его с Навальным. Надо сравнивать его с Путиным. Надеждин это лучше Путина? Конечно, лучше. Потому что он, в принципе, хотя бы, вот если говорим о новых территориях, он уже не исключает проведение там референдума. Ну, то есть он уже ставит под сомнение те референдумы, которые там провел Путин. Да, это уже большой шаг вперед. Потому что Путин вообще не собирается эти территории обсуждать. Они не все, они мои, так сказать, я их забрал. Вот. Надеждин как минимум готов к обсуждению будущего этих территорий. Это уже прорыв. Это огромный шаг вперед. И по сравнению с Путиным он лучше. Просто надо понимать, что Надеждин, вот он говорит, первым же делом я выпущу Навального и всех прочих политзаключенных. То есть при нем сторонники радикально, так сказать, давайте назовем это условно проукраинской позиции Украины 91-го года, типа Навального, да, они будут на свободе. Они получат возможность вести политическую агитацию. И, соответственно, шансы на то, что в конце концов возобладает эта позиция, увеличивается. Потому что при Путине они вообще преступники, которые сидят в тюрьме, да, их сторонники, значит, либо арестовываются, либо там за границей. И, соответственно, изменить ситуацию они не могут вообще. То есть люди с идеальной позиции не могут изменить ситуацию. Люди с неидеальной позиции ситуацию изменить могут. Вот как надо воспринимать это. И еще один важный аргумент в пользу Надеждина. Путина не свергнешь, пока ты не завоюешь симпатии большинства. А большинство российских избирателей боится, очень боится революции. Может быть, позиция Навального им и симпатична, но они понимают, что Путин в этой ситуации будет сопротивляться до последнего ситуации с Навальным. И, соответственно, это гражданская война. И людей этот страх останавливает. А Надеждин предлагает умеренную позицию, не антипутинскую, а такую, скажем, постпутинскую. И у людей, у большинства появляется надежда, что вот оно, оказывается, можно добиться политических перемен без революции. И вот этим обещанием политических перемен без революции Надеждин с помощью этого обещания может достучаться до большинства. И, соответственно, у него реально появляется шанс захватить власть. Если не прямо сейчас, будем реалистами, конечно же, он не будет зарегистрирован. И сейчас он этого не сделает. Но если он продолжит борьбу вот в этом направлении в долгую, то у него будет возможность апеллировать к большинству. И, в конце концов, симпатия этого большинства может реально завоевать. И, соответственно, через какой-то промежуток времени, полгода, год, два года, какое-то время это займет, он все-таки получит возможность реально бороться за пост главы государства. И это наиболее реалистичный шанс трансформации режима. То есть переход от Путина к постпутинской эпохе. То есть в пользу Надеждина очень много аргументов практического, так сказать, свойства. То есть, да, с точки зрения идеалов, он не идеален. Но политика это далеко не всегда идеалы. Очень часто это компромиссы, сделки. Иногда это маленькие шаги вперед, а не гигантские скачки, как хотелось бы. Но такова суровая правда жизни. Но, тем не менее, мы все понимаем, будет ли Надеждин в списке кандидатов или не будет. Но на этих псевдовыборах нарисуют голосов за Путина, ну вот сколько надо Кремлю. Чего ожидать после вот этих очередных перевыборов? Какие будут последствия от очередного прихода к власти Путина именно? Смотрите, если ты не можешь решить задачу максимум, свергнуть Путина, тебе приходится решать задачу минимум. Минимум. Помните, Ленин когда-то четко формулировал, есть задача максимум, есть задача минимум. Вот, как говорится, курочка по зернышку плюет. Значит, сейчас абсолютно реалистично добиться того, что эти выборы будут восприняты людьми как фейк. И это очень важно с точки зрения качества путинской власти, с точки зрения легитимности. Сейчас большинство людей все-таки считают, что Путин имеет право занимать пост президента. Они помнят, что когда-то сами за него голосовали. То есть им не нравится то, что он сейчас делает, но само его право принимать политические решения они не оспаривают. А вот после этих выборов есть все шансы, что люди подвергнут сомнению уже само право Путина занимать это кресло. Ну, то есть им будет не нравиться не только проводимый им курс, но еще и само право занимать президентское кресло будет оспорено. То есть ты кто такой вообще? Какой ты имеешь право там сидеть? Ты самозванец. Ты не президент всенародно избранный. Ты самозванец. И, соответственно, политические позиции, если эта точка зрения возобладает, они очень сильно ослабеют. И с точки зрения возможности популярного народного восстания, и с точки зрения действий элит. Понимаете? Эта делегитимизация, о которой я говорю, она очень сильно ослабит позиции Путина и в глазах эстеблишмента, и в глазах элит, эстеблишмент, элиты в целом, за исключением каких-то небольших сегментов, они в целом, конечно же, недовольны тем, что делает Путин. И войной недовольны, и вот этими репрессиями, и закручиванием гаек, и санкциями, и деградацией отечественной экономики. То есть им это, конечно, все не нравится. Но вот как раз то, что их парализует, то, что их останавливает, это наполовину, так сказать, ну окей, скажем так, на две трети это страх репрессий, а на одну треть это непонимание, ну а что еще делать, если вдруг Путина не будет, мы попытаемся от него избавиться. Ну он же как бы от народа, народ же за него. То есть получается, что народ опять выберет кого-то следующего, кто будет такой же, как Путин, а еще может даже хуже, чем Путин. То есть, проще говоря, попытаемся мы Путина свергнуть, народ выйдет на площади, и нас там на площади прямо и четвертуют. Вот. То есть, как говорил Макея Верия, лучший способ для государя защититься от заговора, это не быть ненавистным народу. Потому что дело организации заговора, я сейчас почти дословно цитирую, дело организации заговора, оно и без того сложное, и там много трудностей. А если еще заговорчики будут знать, что они своим гневом, своим убийством государя возбудят народный гнев, который обратится против них, ну, они тогда точно остановятся в своих замыслах. И поэтому очень важно, с точки зрения повышения шансов на элитные заговоры, на военные мятежи и так далее, важно, чтобы все элиты, в том числе, увидели, что Путин вовсе не популярен. Понимаете, до сих пор очень многие живут в рамках этого мифа, что Путин популярен, что народ за него. Огромные средства инвестируются в создание и поддержание этого мифа. И этот миф очень сильно стабилизирует ситуацию. И вот разрушение этого мифа – это очень серьезный фактор дестабилизации. Не единственный. Не сразу после того, как станет понятно, что Путин украл выборы, значит, народ восстанет против него. Элиты, заговоры и так далее. Нет, не факт, что сразу. Но вообще мировая статистика говорит о том, что военные перевороты, например, привязки к выборам происходят значительно чаще, чем без них, без выборов. То есть после этого людям, вот этим потенциальным заговорщикам, плести свои заговоры, будет намного легче. Словно, вот знаете, ветер истории начнет дуть в их паруса. Пока они никуда не идут, потому что они чувствуют, что они идут против ветра. А тут ветер начнет дуть их в паруса, так сказать, подталкивать, дуть им в спину, подталкивать их. Смотрите, например, давайте вспомним вот нашу собственную советскую историю, в конце концов, что нам макиявели. Хрущева свергли его соратники именно после того, как он реально очень сильно просел. Ну, рейтинги тогда официально не мерили, но реально у него начались проблемы с популярностью. Связано это было с резким ухудшением ситуации на продовольственных рынках. Значит, там вот эти его эксперименты с кукурузой, потом несколько лет неурожайных привели к тому, что резко в стране поднялись цены на продукты питания. Помните, Новочеркасский бунт, например, который начался из-за того, что цены на мясо выросли. Таких событий, ну, в столь трагической форме, как в Новочеркасске, их больше нигде не происходило. Но вообще-то недовольства тогда фиксировалось очень много. И только после вот этого, после того, как реально Хрущев стал персонажем таким ненавидимым, только тогда его верные соратники и решились на то, чтобы его свергнуть. Только, и, кстати, пленум, на котором они его свергли, он был формально посвящен вопросам сельского хозяйства, то есть как раз вот этой болезни, самой болезненной для Хрущева темы. В общем, это делегитимизация, которая произойдет по итогам этих выборов. Это еще будет не конец, так сказать, Путина, но вот вспомнив Черчилля, можно его процитировать. Это еще не конец и даже не начало конца, но это уже конец начало. То есть качество путинской власти изменится. Из популярного всенародно избранного президента он превратится в ненавидимого стороной узурпатора. Ну вот давайте от псевдовыборов и будущего Путина перейдем к судебным преследованиям, которые вот сейчас происходят. По-вашему, это была ошибка? Ожидаемо, что вот Акунина так быстро суд арестует, хоть и заочно. И как вы вообще можете прокомментировать эту историю? Ну, смотрите, тут же ведь ничего неожиданного и ничего сенсационного нет. То есть это не то, чтобы, знаете, никого вообще не трогают, и тут вдруг на Акунина набросились. Да нет, уже сотни людей сидят, тысячи уголовных дел возбуждены, расследуются. Сейчас ваш покорный сослуга сам является фикурантом такого дела. Да, против меня тоже возбуждено дело за одно из интервью к вашим коллегам, кому-то из украинских телеканалов. Вот, и в розыске объявлен. Поэтому, ну, в целом закручиваются гайки. Вот силовая составляющая, силовая компонента становится доминирующей. То есть, проще говоря, власть Путина держится исключительно на штыках. Он же это стремительно теряет популярных. Протесты на стране усиливаются. И единственное, благодаря чему он может удержать власть, это вот штыки, это репрессии. И поэтому, чем сильнее недовольствует, тем сильнее раскручивается маховик репрессий. Это в высшей степени закономерно. То есть, альтернатива для Путина – это просто утрата власти. Понятно, он не собирается терять власть. Поэтому эта история продолжится, маховик репрессий будет раскручиваться и дальше. Ну вот вы говорите, что много таких случаев. У нас буквально две минуты остается эфирного времени. Но хотела бы еще спросить. Одна из последних информаций. Кинокритика Анжелику Артюх попросили уволиться из Санкт-Петербургского института кино и телевидения. По ее словам, руководство ВУЗа очень боится последствий ее поездки в США в рамках стипедиальной программы. Она много говорит о том, что она поехала туда именно за исследованиями, проводить исследования. Но в Штатах. И в Штатах этим она занимается и продолжает. Но получается, что и исследованиями нельзя заниматься, а то будут последствия. Ну да, понимаете, власть в стране принадлежит сейчас вот таким мракобесам. Вот таким, знаете, Шариковым и Швондером. Вот. Ну представьте себе, вот вспомните просто эту книгу, этот фильм. Вот. Профессор Преображенский, который за свободу научного творчества, так сказать, да. Вот. Против этих Шариковых и Швондеров, захвативших власть. Вот это, строго говоря, вот оно и есть. Да. И, собственно говоря, на самом деле, вот чем больше они злобствуют, чем больше они свирепствуют, тем скорее они приближают свой собственный конец. В этом прелесть ситуации. Потому что, ну, подравляющие большинство жителей страны, конечно же, не считают это нормальным. Да, то есть, ну, есть базовое понимание, что свобода научного исследования, ну, это такая... Ну, без этого страна просто деградирует. Нельзя, значит, ну, вот бороться с кибернетикой и потом претендовать на то, чтобы занимать какие-то там передовые позиции в мире, да. Да, поэтому большинство... Вот почему я, собственно говоря, и вот рассказывал с самого начала. Люди бросились сначала к Дунцову, а потом к Надеждину, да, и готовы пойти за кем угодно, кто вот пообещает покончить со всем этим безумием, безумием со всей этой Шариковщиной. И именно потому, что люди понимают, что это противоестественно, это блажь, это дурь, это глупость. Путин стал кандидатом блажи, дури и глупости. Вот в чем его проблема. То есть долгие годы он умудрялся, так сказать, ведя страну в неправильном направлении, создавать иллюзию, что, в общем, ну, ситуация в стране нормальная. Ну, будем верить, что все больше россиян. Да, они будут верить этим иллюзиям больше. Спасибо вам большое за этот разговор, за ваши ответы и за ваше время. С нами на связи был Аббас Галямов, российский политический аналитик. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова